привет всем рыбакам любителям рыбалки или просто кто любит отдыхать с удочкой на водоеме или просто кто любит посидеть на водоеме сегодня покажу как я сделаю быстро удобно и недорого фидерок с отводным поводком в прежнем фильме я показывал как я делал простой фидер без лишних крючков потому что был водоем с зацепами сейчас я сделаю вот такой фидерок простенький и с отводным поводочком у меня снова под руками плетеный шнур любимый кстати вот есть такой плетеный шнур 0,6 диаметр это для основной цепи нашей оснастки есть плетеный шнур power pro диаметром 0,2 я ее пока использую на поводочке хотя можно потоньше и у меня под руками еще есть вот такой поводочный отводу отводной поводок я его назову да это отвод такой вот это сделаны конечно не мною они продаются сейчас стоит тоже недорого я использую пока ее еще мне надо будет вот такая бусинка для ограничителя ну и крючки то снова же мы поставим маленький размер крючка потому что на улице у нас весна карась или плотва еще не проснулись или может у кого-то там покруче есть лещ или еще какая рыба вот такие крючочки четвертый размер венера поставим инструмент инструмент это утята кусачи круглые губцы это неотъемлемая часть которая должна быть у меня под руками вот еще нужен нож или линейка иногда нам тоже понадобится сразу сделаю поправочку кто-то спросит почему плетеный шнур да потому что он у меня есть можете с удовольствием использовать леску хорошего качества у вас все получится но приступить к исполнению нашей легкой снасти плетеный шнур как всегда в принципе все повторяется и никаких особых секретов здесь нету пружинка просадим пружиночку обязательно ставим отбивничок с бусинки бисера дешевая штука на этом экономить принципе не ну нежелательно снова же поставим вот такой вертлюжок golden cage 14 размер тестовое значение 4 килограмма выдержит с головой даже любого карпа если умно его выводить просаживаем завязываем и все повторяемся по старой схеме достаточно затягиваем берем наши пятка и затягиваем наш узелок покрепче у нас не получилось видео вот таким макаром можно проверить качество вот этих вертлюжков нам придется это переделать это очень хорошо что этот вертлюжок сломался сейчас иногда китайское качество желательно лучшего но ничего не сделаешь хуже было бы если это было на водоеме тот раз мы завязывали все без проблем этот раз нам показала нехорошее качество давайте сделаем немножко по другому узелок затягиваем и хорошенечко проверяем снова чтобы не получилось то что не должно быть вот вот этот мы проверили хорошо проверили затянули речь лишнее удалили все хорошо отбивничок мы не забыли поставить есть вот соответственно наша пружина уже здесь стоит и все хорошо вот следующий вариант мы будем ставить сейчас отвод металлический перед тем как нам надо поставить отвод металлический нам надо сделать длину нашей снасти если в тот раз мы делаем длину нашей снасти 20 сантиметров в этот раз я удлиню ее еще на 10 сантиметров потому что я поставлю свой отвод и того получится у нас 30 вот есть откушиваем это все есть сделали отводе как мы будем привязывать отвод я его привязываю очень просто снова мне в пользу пойдут мои босинки бисерные босинки бисерные босинки смотрю где я ставлю поводок приблизительно для того чтобы понять и понять приблизительно от кормушки я начну его ставить сантиметров 10 вот есть 10 на 10 сантиметрах я вяжу хороший узелок хороший крепкий узелок вот достаточно четыре раза и медленно подтянуть вот эту ниточку к тому месту где мне надо вот вот получился вот такой крепкий крепкий узел теперь я ставлю свою босинку ух ты надо проблематично попасть вот есть бусинка которая упирается здесь в узелок никуда она не денется отсюда потом я ставлю свой отвод и снова я не вижу что ж такое вот и посмотри вот хорошо проделся смочил и проделась только не перепутать где верх где низ этого поводочка Когда будете это все делать Вот мой поводок стоит Соответственно сверху мне надо тоже поставить Такую же бусинку И завязать узелок Надеваем бусинку И вяжем узелок Вот здесь факт интересный Как потянуть вот этот узелок К вашей бусинке Для этого я использую Свои хотя бы утята И вот медленно Утятами подтягиваю К бусинке узелок Вот так Я его подтяну И теперь узелок Подтяну получше Вот И хорошо затягиваем Вот у нас получилось вот такое сопряжение Наш отвод хорошо чувствует Ему никуда отсюда не деться Следующий вариант Вот у нас все готово Есть вертлюжок Отбивничок Пружинка Снова узелок Отбивничок Отвод Отбивничок И снова узелок Следующий вариант Мне надо только завязать узелок Для того, что я здесь буду цеплять К основной леске Которая будет находиться на фидерной Палке Или на спиннике Хороший узел Вот такая петля Такая петля Выдержит Очень огромную рыбу Это проверено опытом К сожалению У меня Кончилась Термотрубка И я пока ее не использую Потому что Купить термотрубку Хорошего качества Тоже очень непросто Вот Откусили Смотрите Все готово Фидерная снасть готова Нам осталось только Надеть сюда Крючочки И можно идти на рыбалочку Для этого мы возьмем Снова поводок То есть поводочный материал PowerPro02 я беру Возьмите потоньше Есть потоньше Возьмите Может кто-то Fireline использует Или ищет ее Там очень хорошая нитка Она мне тоже нравится Она с памятью В принципе Очень даже Удобней себе Работать Ну очень Нитка суперовая Но у меня пока Есть такая Завязываем Затягиваем И подтягиваем И удаляем лишняя часть Нити Отретье Не откусите Крючок Такое тоже Изредка бывает Есть Длину поводка Снова подбирайте Сами Иногда лучше всего Когда у вас поводки Будут навязаны На вашу поводочнице И лежат где-то У вас там В ящике Или там В рюкзаке Чтобы была смена Разных поводков Потому что поклевка Иногда происходит На длинный поводок Иногда на короткий Это рыба Я здесь Приблизительно Сделаю первый поводочек Вот такой длины Поводок Порядка 9-10 сантиметров И снова делаю петелечку Что ж такое сегодня Есть Затянул Откусил Вот один поводочек У нас готовый Этот у нас 10 сантиметров Следующий вариант Который пониже Мы сделаем покороче Чтобы он был поближе К нашей Кормушечке Это порядка 5 сантиметров Вяжем крючочек Хорошенько затягиваем Не забываем смачивать Вот так Откушиваем лесные части Делаем 5 сантиметров Я показываю вам линейку Хотя я это все на глаз Уже делаю Но чтобы вы понимали 5 сантиметров поводочек Когда вы сделаете их порядка Пару сотен Как минимум Вы тоже не будете пользоваться линейкой Вот это я все сделал Петелечку мы сделали И откусываем Все Поводочек следующий у нас готов Это мы смотаем Поставим в сторону Обязательно возьмем противозакручиватель И еще интересный факт Мы сделаем такой эксперимент Сейчас мы поставим Вот такого цвета Противозакручиватель Это немаловажный факт Потом посмотрим Что нам скажет рыба Крючок Смачиваем И продеваем Наш противозакручиватель Вот так Это у нас готово Это все продеваем В наш вертлюжок Проверенный На качество Здесь иногда бывают Такие сложности Зацепливания Но это реально все сделать Все И одеваем назад Вот так Есть вот такой вариантик И следующий поводок Здесь то что я вам говорил Следующий поводок Я сделаю с такого цвета Противозакручиватель Это для того Чтобы проверить Как рыба среагирует Есть разница Или нет разницы В цвете противозакручивателя Как пишет книжка Рыба у нас Дальтоник Только что-то по жизни Не получается Что она дальтоник Особенности Когда ловишь хищника То ей такой силикон подавай То ей другой силикон подавай И она дальтоник Посмотрим И вцепим Это все сюда На наш отводной поводочек Продеваем Ух ты Упертое Сегодня что-то Никак не лезет Все куда не надо Затягиваем И одеваем Противозакручиватель Вот у нас получилась Такая снасть Смотрите внимательно Вот здесь вам будет Хорошо видно Есть один крючочек Есть второй крючок Есть пружинка Отвод Петелька основная На которой будем цеплять Карабин Который находится у вас На спиннинговой палке Или просто на закидушке Кстати что такое закидушка Я чуть попозже вам покажу Я сниму обязательный фильм Как делать закидушки Когда у вас нету Ни спиннинга Ничего А рыбачитая охота И все будет рыбачиться Не хуже чем на блатной Фидерный спиннинг В принципе все Соответственно на крючки Все мы знаем Что мы одеваем Каждому что Кому нравится Мне нравится Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Вот ребят Так что я вам все показал Но теперь у меня еще одна Появилась задача Как вот это все носить в ящике Да вот Как бы неудобно Когда у тебя в ящике Находится 5-10 штук Или может там У кого побольше Кому поменьше Давайте я попробую Сейчас сделать такую поводочицу Быстренько Еще Дай мне резиночку Шогрощиц Еще ребят Это вставляем в сторону И сейчас я попробую Соорудить быстро Поводочицу Если получится Будет удобно А если нет Ну скажу извините Смотрите У меня под руками Есть такой материал Он используется где-то В рекламных кампаниях На нем там рисуют Разные рекламные баннеры Или что Такая пластмасса Ну как бы вот Она очень хорошо режется ножом Смотрите Я беру канцелярский нож И Она вроде крепкая И с другой стороны Хорошо обрабатывается Вот Для этого я возьму Снова линейку Я тут немножко подготовился Чтобы время не терять Я вырезал вот такую Полосочку Приблизительно Там 20 На 4 Здесь По углам То есть не по углам А по разным концам Я сделаю заусеницы Нехорошо режется Смотрите Вот чтобы видно было Вот так И вот в эту сторону тоже Хотя в принципе Можно было попроще резать Надо снимать Это все со стола Но я сейчас попробую И так Я думаю Такой материал найти Не проблема Да и не обязательно Такой материал Можно взять любую досочку Там деревянную Хотя в магазинах Продаются Это все Но мне почему-то Интересно самому делать Я думаю Есть много таких Ребят Которые любят Самому что-то поделать Только осторожно Надо резать Чтобы нож Не соскочил Вот так Вырезали Такие треугольнички Я вам покажу Зачем этот треугольничек Вот Смотрите У меня все готово Видите С этой стороны Теугольнички С этой стороны Теугольнички С любой стороны Хорошо проклеим Чтобы эта лента Не отпала На рыбалке И теперь приставим Эту ленту И ровненько Ее приклеим Почему ровненько Потому что я не люблю Чтобы было кривенько Вот так И немножко Подержим Здесь все Все готово Получилась вот такая Носочка С мягкой частью Поролона Теперь делаем дальше Вариант Сейчас попробуем Вот эту штучку Туда поставить И намотать Для этого я возьму Резинку Которую Деньги там Слаживают Пакуют в банки Трехлитровые Продену Вот через петлю Вот так Вот у меня Такая штуковина Получилась Вот видите Она держится Все Теперь делаем Вот так Вот берем Эту досочку И ставим Пружиночку сюда Соответственно Крючочек Мы загоняем В наш поролончик Вот загнали Поролончик И это все Наматываем Вот для чего Нужна резинка Смотрите Раз И за треугольничек Зацепили Вот таким Макаром Следующий крючок Мы просто тоже Поставим вот сюда В эту поролончик Вот есть Смотрите Получилась вот такая Снастыка С такой досочкой Удобно поставить Свой ящик И в принципе Все Всем спасибо За внимание Пишите Спрашивайте Удачной рыбалки Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...